Жители Щелкова вместе со всей страной скорбят по жертвам трагедии в Крокус-Сити-Холле. В субботу с раннего утра неравнодушные люди шли в Щелковское подразделение областного центра крови на улице Новая Фабрика, чтобы сдать донорскую кровь. В коридорах и на улице выстроилась большая очередь. Администрация нашего округа организовала мобильные пункты обогрева и предоставила питание. В субботу 217 доноров из Щелковой соседних городов сдали около 100 литров крови. Сегодня в стране день траура. Отменены все массовые развлекательные мероприятия, телеканалы, в том числе Щелковское телевидение, изменили сетку вещания. В 20 часов на набережной Серафима Саровского около церкви пройдет акция «Свеча памяти». Прийти и почтить память жертв теракта могут все желающие. О том, как проходила донация, смотрите в формате лайф-видео. Говорят, что чужой беды не бывает. Сегодня мы можем в этом убедиться. Более ста человек пришли этим утром на Щелковскую станцию переливания крови, прошли процедуру сдачи. И еще несколько десятков человек стоят на улице и внутри здания в ожидании своей очереди. Спасибо. 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 Если кому-то надо посидеть в цепле или с детьми особенно, может быть пройдете тогда вот в МЧСовский. автобус, если что. Вы сдавать пришли? Не все, конечно. Да, это за компанию. Муж предложил, мы даже не задумывались. Он тоже пришел? Да, вот. Мы очень любимые. Угу. Я считаю, что после того, что случилось, это просто наш долг. Мы обязаны помогать. Мы обязаны спасать жизни. Просто тут даже речи не может быть. Все люди, которые сдают тут кровь, они все хотят помочь остальными. Вы раньше сдавали? Да, это у меня будет уже 20-я донация. Меня зовут Андрей. Пришел по печальному поводу в связи с событиями, которые произошли в корпус Ситифоли. Если как-то возможно помочь людям, то разумеется, это надо сделать. Раньше кровь сдавали? Да, давно. Лет 5-6 назад. Кто-то еще из ваших друзей, родных сегодня вас поддержал? Да, к всей друзьям и родным. Мы берем до последнего донора. Так что всех, кто к нам придет, мы сегодня возьмем кровь. И кого нужно будет, мы обеспечим компонентами донорской крови. Хочу поблагодарить жителей нашего городского округа за их отзывчивость. Нам нужна кровь любых групп. Так что мы ждем доноров всегда. Спасибо им огромное. Процедура сдачи крови сегодня, она чем-то отличается от стандартной, когда к вам просто приходят доноры сдавать кровь? Нет, ничем не отличается. Донор приходит с улицы, одевает бахилы, поднимается на второй этаж в регистратору. В регистраторе он регистрируется, заполняет анкету донора, его отправляют в лабораторию, где определяют геноглобин и группу крови. Потом его отправляют врачу-транспазиологу, который его опрашивает, меряет давление, вес, рост. И после этого, если нет никакого медотвода, тогда донор идет в сладкий чай с печеньем. И после так называемого завтрака донора он уже идет в операционную. Здесь он регистрируется также и уже идет непосредственно сдавать кровь. Процедура самой сдачи крови это 5-7 минут. После этого он возвращается, ему выписывают справку и также он спускается на первый этаж в кассу. У нас кровь сдается безвозмездно, но в кассе он получает компенсацию за питание, которое ему не могут предоставить после кровоотдачи. Это составляет 5% от прожечного минимума в регионе. И все, он свободен. Он совершил маленький подвиг. В связи с событиями, как могу, хочу помочь. Вы донор со стажем или первый раз? Нет, нет, я в первый раз. Не страшно? Нет. Очередь на Щелковскую станцию переливания крови не уменьшается, но теперь подождать можно в более комфортных условиях. Есть две машины, два микроавтобуса для обогрева, а также развернуты палатки с чаем и печеньем. При помощи администрации быстро развернули палатки, в которых организовали пункт, где можно посидеть, стол, развернули чай, поставили два термопода на 40 литров, сахар есть, печенюшки есть. То есть граждане могут подходить, и если бы такая ситуация не случилась, мы всегда помогаем в том же ситуации, по возможности. А так с пяти утра уже были готовы на ногах, когда узнали эту информацию. Вот так лук грязина. Хотел внести свой небольшой вклад, малый, но все же внести. Ну, наверное, это моя самая первая очередь, где я ждал осознанно и не трындел, не бухтел. В понедельник с восьми часов будет тоже приниматься кровь. Продолжение следует...